ПОМОЩЬ БЕС ПРЕГРАД 12 тысяч защитных масок изготовили на территории колонии для осужденных Попутало обязательства Егер национального парка застрелил краснокнижного Джейрана Проводится следствие Добро объединяет 20 бизнесменов с Арканского района объединились в рамках акции Безбергемес Они обеспечивают нуждающихся продуктами питания и средствами защиты Борьба с пандемией сквозь решетку Все силы и время заключенных пяти колоний, расположенных на территории Алматинской области Сегодня направлены на противостояние коронавирусу Они снабжают униформой и средствами индивидуальной защиты Как подразделения, привлекаемые к профилактическим мероприятиям, так и население региона Более 800 человек отбывают наказание в колонии строгого режима ЛА-155-8 в поселке Заречный В такой нелегкий период для страны и они не остались в стороне Более 70 осужденных с утра до вечера заняты пошивом многоразовых масок Материал защитного средства является гипоаллергенным Обладает пылезащитными свойствами и хорошо пропускает воздух, констатируют специалисты Мы занимаемся пошивом одежды для заключенных Но как началась эпидемия коронавируса, принялись за маски На сегодня уже реализовали заказ на 176 тысяч масок И в этом задействованы все наши исправительные учреждения Так, в пяти колониях, расположенных в нашем регионе, ежедневно изготавливаются около 12 тысяч защитных масок Поставляются они в аптеки региона, часть средств от реализации которых перечисляется производителям Что обеспечивает возврат заключенными долгов по предъявленным им искам и заработную плату Однако и это не всё В ассортименте швейных мастерских отныне будет и форма для сотрудников правоохранительных органов Обеспечивающих охрану общественного порядка на блокпостах в условиях карантина Планируем день изготавливать по 100-150 костюмов Работники уже приловчились и с каждым днём шьют всё быстрее и быстрее С масками заказ выполнили, теперь принялись за спецформу На период чрезвычайной ситуации в целях безопасности свидания с родными и близкими временно приостановлены Однако они могут общаться со своими близкими посредством интернета Большое спасибо комитету Уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан Учреждению и администрации колонии ЛА-155-8 Хочу сказать большое спасибо, что предоставило нам общение с родными и близкими по скайпу Несколько изменился ежедневный режим пребывания заключённых Всем отбывающим наказания розданы маски для замены по две штуки Построение проводят каждый день в своём отряде Как раньше на улицу не выходят Следует отдать должное сотрудникам исправительного учреждения 15 из них, приезжающих из Алматы, сейчас проживают в общежитиях города Капшагай И хотя предприняты все меры по недопущению возникновения заражения COVID-19 На случай обнаружения симптомов опасного вируса предусмотрена госпитализация Если получится так, что у нас выявят больного COVID-19 На этот случай нами заключён договор с городской больницей Они приедут и заберут их на спецмашинах в нашем сопровождении В соответствии с установленным порядком Транспортные средства и персонал, въезжающие в исправительное учреждение И покидающие его, тщательно дезинфицируются Иными словами, за решёткой в борьбе с вирусом принимаются все необходимые меры предосторожности Нам песня «Караить» и «Шить» помогает В период чрезвычайного положения в стране перепрофилируются не только швейные атели, но и районные ансамбли Подробности в материале На период чрезвычайного положения во многих регионах Казахстана введены временные ограничения В том числе запрещено проведение зрелищных, семейных и других массовых мероприятий Чтобы не оставаться в стороне в трудный для страны период Вокалистки районного ансамбля «Ак-Кемишек» посёлка Мусабек занялись пошивом защитных масок Шьют и раздают их многодетным семьям, инвалидам, малоимущим сельчанам Мы хотим приносить пользу нашей стране в это сложное время Мы прилагаем все усилия для помощи малоимущим и многодетным матерям Потому что мы сами матери Вчера, например, раздали бесплатно 50 масок Сегодня планируем пошить 100 масок и также раздать их В импровизированный цех швейную машинку каждая вокалистка ансамбля принесла свою Из-под них непрерывным потоком идут готовые масочные изделия Волонтерами серебряного возраста практически налажено бесперебойное производство средств защиты Быть полезными обществу и вместе противостоять трудностям На сегодняшний день одна из главных задач участниц ансамбля В то же время коллективная работа помогает разучивать новые песни из репертуара казахских композиторов Одна из них – «Казах еле» Мы – это ансамбль «Ах кемишек» И мы вместе со всем казахским народом пытаемся противостоять этому злу Поэтому шьем защитные маски Да, мы пенсионеры, но мы думаем о наших внуках, ведь это наше наследие И именно от нас зависит, чтобы они выросли здоровыми и полноценными гражданами страны А песни делают нашу работу нескучной Как говорят вокалистки ансамбля, в сундуке у казашки всегда найдется ткань белого цвета Она и служит материалом для пошива защитных средств Изделия эти многоразовые Повязки можно стирать и носить снова Свои авторские изделия рукодельницы собственноручно дарят всем нуждающимся Внося таким образом свою лепту в общее дело К слову, в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Оракты Батыра Легендарный воин был уроженцем как с узкой земли Вокалистки ансамбля «Ах кемишек» надеются, что к тому времени волна пандемии отхлынет И они смогут, как и раньше, принять участие в таком большом и значимом мероприятии Именно потому, совмещая приятное с полезным, ежедневно, сидя за машинками, участницы ансамбля репетируют и готовят новый репертуар Евгения Присяжная, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ, Коксусский район От чистого сердца в республиканскую акцию «Безбергемес» активно вовлекаются и предприниматели Сарканского района На данный момент помощь нуждающимся оказывает 20 бизнесменов региона Вместе с партией Нур-Отан и волонтерами они доставляют продукты питания, средства защиты и гигиены Сколько всего семей успели охватить меценаты и добровольцы, выясняла наша съемочная группа Районный филиал партии Нур-Отан стал своего рода местом базирования продовольствия Именно сюда все неравнодушные граждане привозят продукты питания, средства гигиены и индивидуальной защиты Все это распределяется по нужным адресам Всего в этой работе задействовано 40 добровольцев Только по линии партии Нур-Отан в рамках акции «Безбергемес» оказана помощь порядка 107 сарканского района Перед тем, как доставлять продовольствие, мы тщательно изучаем списки социально уязвимых И доставляем помощь самым нуждающимся Помимо нас активно занимаются благотворительностью бизнесмены нашего района На данный момент вовлечено 20 предпринимателей Львиная доля их – это владельцы крестьянских хозяйств В основном они помогают продукции собственного производства Это мука, мясо, овощи и фрукты В этот нелегкий период для страны нам необходимо единство Каждый, кто имеет какую-то финансовую возможность, должен помогать нуждающимся Только оказывая поддержку друг другу, мы сможем все преодолеть Призываю всех бизнесменов страны принять участие в благотворительной акции «Безбергемес» Давайте соревноваться лишь только в добрых делах Общими усилиями мы преодолеем все невзгоды Не раз наша история это доказывала Надеюсь, что с каждым днем число меценатов в нашей области и непосредственно в районе будет расти Ведь в регионе очень много чутких и отзывчивых людей Ежедневно волонтеры района доставляют продовольственные корзины около десятка гражданам В их числе пенсионеры, малоимущие, инвалиды, отцы и матери-одиночки Ну и, конечно же, многодетные семьи В целях соблюдения социальной дистанции добровольцы осуществляют доставку, не контактируя с получателями Спасибо большое! Я безмерно благодарна тем, кто инициировал и реализует акцию «Безбергемес» Она очень эффективная и действенная Мне, как многодетной матери, поддержка в виде продовольственной корзины в нынешний период очень нужна Так как из-за закрытия кафе я временно осталась без дохода Работаю поваром, воспитываю пятерых дочерей С момента старта акции «Безбергемес» по сегодняшний день в Сарканском районе оказана помощь порядка 400 семьям В целях большего охвата социальных слоев населения волонтеры совместно с районной партией «Нуратан» намерены вести активную информационно-пропагандистскую работу Ануар Амангельдинов, Жайк Курмамбаев, телеканал ЖИТСУ Больше 25 тонн овощей каждый день выращивают в одной из алматинских теплиц Несмотря на ситуацию в городе в условиях карантина, там не только сбавили темпов, но и нарастили объемы Безопасность превыше всего Вход только сотрудникам, работают они по летнему распорядку День начинается с 6 утра В теплице санитарные меры предосторожности соблюдаются в любом случае Ведь речь идет о выращивании овощей, которые попадают сразу на 100 алматинцев А это двойная ответственность Из новшеств ультрафиолет и тепловизор Поскольку любая инфекция, проникшая к саженцам, может обнулить все старания Овощи выращивают на 12 гектарах В скором времени хотят расширить до 20 В уральских супермаркетах цены на продовольственные товары Выше установленных Власти региона теперь намерены искать и других оптовых поставщиков Чтобы обеспечить население продуктами питания по доступным ценам В продуктовой корзине казахстанцев в перечне социально значимых 19 продовольственных товаров Предельные цены установили на 9 из них К примеру, планка на макаронные изделия 195 тенге Но стоят они в том числе и местные больше 200 тенге за кило Что касается яиц первой категории, то и здесь По 275 тенге их нет даже в бюджетных супермаркетах Выше установленных цен и мука первого сорта Ее продают в мешках от 5 килограммов Чужой среди своих В Алматинской области задержали егера, застрелившего краснокнижного Джейрана Подозреваемым оказался 40-летний государственный инспектор национального природного парка В санкционированном судом обыски полицейские обнаружили у него тушу Джейрана И два незарегистрированных нарезных огнестрельных оружия с патронами Задержанный согласно служебному положению, обязан был обеспечивать охрану животного мира На закрепленных охотничьих угодьях, пресекать нарушения правил охоты Однако вместо этого он сам убивал животных Получив об этом информацию, оперативники установили наблюдение Которое доказало все его противоправные действия Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования По статьям 337 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания Назначена судебно-биологическая экспертиза Стражи порядка Алматинской области в течение нескольких дней Раскрыли целый ряд различных преступлений имущественного характера Некоторые из них помогли выявить установленное видеонаблюдение В мечети села Антамак Ильийского района 25-летний житель Жамбуйского района Позарился на пожертвования прихожан Воспользовавшись чрезвычайным положением и отсутствием в мечети людей Он открыто похитил ящик, куда прихожане кладут садаха А вот жители Талукургана, воспользовавшись опустевшими городскими улицами Решили обогатиться за счет коммунальной собственности И по улице Алдобергенова сняли три чугунных канализационных люка Которые сдали в пункты приема металлолома На дело подозреваемые мужчины выезжали вечером Вместе с ними задержана и 64-летняя скупщица краденого Как выяснили полицейские, подозреваемые причастны к краже восьми люков По факту кражи в мечети задержан 25-летний житель Жамбулского района Алматинской области Подозреваемый дал признательные показания В ходе следствия задержанный мужчина также сознался в совершении еще двух фактов кражи Один из которых также была совершена в мечети И другая кража это велосипеда В настоящее время подозреваемый лицо арестовано Продолжается проверка его причастность к другим подобным нераскрытым преступлениям Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения Ведется досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан К другим событиям Новое слово в строительстве дорог Руководство Алматинской области привлекает для работы в регионе добросовестные строительные компании Работающие с использованием современных технологий и материалов Компания City Construction в Казахстане специализируется на строительстве и ремонте дорог В качестве основания дорожного полотна применяется геотекстиль Материал делает основание более прочным, долговечным и устойчивым к внешним воздействиям Что позволит эксплуатировать дороги более длительный срок, не прибегая к ремонтам На 79-м километре трассы Алматуй-Каменогорск полным ходом ведется строительство дороги с применением геотекстиля Свыше 500 человек местного населения из числа жителей Имбекши, Ушарала, Караблака и других населенных пунктов Алакольского района Задействованы в дорожно-строительных работах Средняя зарплата рабочего 150-170 тысяч тенге В зависимости от специализации Местное население быстро освоило технику Так как многие из них работали в поле на тракторах, большегрузных автомашинах Сейчас у нас работает 526 человек Но в летний период возникает потребность дополнительной рабочей силе Будем набирать еще 300 человек Около 25 миллионов человек во всем мире могут потерять работу из-за снижения объема авиаперевозок Предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта Почти треть из 2 миллионов 700 тысяч сотрудников авиалинии уже лишились работы Либо вынуждены находиться в отпуске без содержания В Европе кризис затронет 5 миллионов 600 тысяч рабочих мест Связанных с авиаиндустрией Крупнейший авиаконцерн Европы Люфтканза сообщил, что из-за кризиса закрывает свое бюджетное подразделение German Wings и сокращает состав парков воздушных судов Пока простаивают 700 из 760 самолетов авиагруппы Руководство концерна уверено, что на восстановление прежнего объема авиаперевозок уйдут годы В результате обрушения автомобильного моста на севере Италии пострадал один человек Конструкция протяженностью около 200 метров развалилась утром в провинции Масса Карара в Тоскане Агентство АНСА отмечает, что этот участок автотрассы регионального значения Обычно в будний день движение по этому мосту через реку Магра оживленное Но сейчас в условиях мер борьбы с пандемией машин было мало В момент обрушения здесь проезжали два грузовых фургона Один из водителей доставлен в больницу Пизы И вновь о пандемии За последние 24 часа в Испании от COVID-19 погибли 757 человек, сообщил Минздрав страны За сутки число инфицированных выросло на 6 тысяч Всего зафиксировано 147 тысяч случаев заражения новым коронавирусом Скончались 14,5 тысяч человек 48 тысяч пациентов вызревело В стране второй день подряд отмечен рост летальных исходов Однако далеко не такой резкий, как ранее В крупных городах Испании продолжают развертывать временные больницы для лечения COVID-19 В Мадриде для этих целей переоборудовали выставочный центр Где прежде проходили ярмарки, форумы и недели моды Теперь там 5,5 тысяч коек и несколько отделений интенсивной терапии Оркестр столичной полиции в фойе комплекса играет для работающих там медиков Без контакта, но с результатом Борцы Алматинской области готовятся к турнирам и чемпионатам удаленно Технику каждого приема, скорость и силовые нагрузки тренеры контролируют в онлайн-режиме Ерлан Имангалиев возглавляет Алдокруганскую федерацию Хазак-Куресе Большая часть его учеников формируют в сборной области Его воспитанники не остаются в долгу перед школой и на международных стартах И чтобы спортсмены не потеряли форму, заслуженный тренер Казахстана Проводит прямые эфиры в Инстаграм А затем контролирует процесс через программу Zoom Я считаю, что из текущего положения выходить нужно Ведь когда закончится карантин, спортсмены должны быть в форме Конечно, нам предстоит еще много тренировок Но хотя бы сохранить крепость тела крайне необходимо Поэтому мы и занимаемся на дому Эту практику подхватили и другие спортсмены Думаю, это очень хорошее начинание Потому что в условиях ограничения с подобной тренировки крайне эффективны Для удобства тренер свою комнату переделал под тренажерный зал Где есть все необходимые спортивные снаряды Гантели, штанги, спортивные жгуты Но, пожалуй, в нынешних условиях Самый главный инструмент в импровизированном зале – штатив и смартфон В бесконтактных тренировках есть и большой плюс Спортсмены тренируют не только крепость тела, но и силу духа А к прямому эфиру заслуженного тренера С удовольствием подключаются также просто любители спорта и активного образа жизни Комплекс занятий тренер проработал с учетом как интенсивных нагрузок на спортсменов Так и направленных на общее развитие несложных упражнений для любителей Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ Такими событиями был насыщен уходящий день Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин